Больше к друзьям, вино, девочке. И понятно, что другие народы, которые сильнее, они всегда покоряют тех, кто слабеет. Всем понятного дела. Даже перекрывала эти расходы, но просто, чтобы не делиться со мной, решили меня просто кило. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очередная встреча с нашим дорогим контактером Ириной Подзоровой и очень интересной исторической личностью, мореплавателем, первооткрывателем, космографом, который известен в нашей истории как Кристофор Колумб. Здравствуй, Ирина. И приветствую тебя, дух Кристофора Колумба. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ирина Подзорова. Я являюсь контактером с внеземными цивилизациями, тонкоматериальным миром и миром невоплощенных духов. Да, с нами сейчас присутствует дух, который был известен на Земле как личность Христофора Колумба. Хочу сказать сразу, что это фантом. Фантом с памятью этого человека, потому что сам дух находится в воплощении, то есть его часть находится в воплощении сейчас на Земле. И воплощенная часть дала разрешение на беседу со своим воплощением, так сказать. Сразу хочу подчеркнуть, что вопросы будут касаться именно жизни Христофора Колумба, потому что его память содержится, его информационная матрица, как вот сейчас объясняют на нашем языке, находится в этом энергетическом фантоме, в этой энергетической сущности, которая создана именно конкретно для этого разговора. Фантом просто немножко по-другому разговаривает, но в любом случае он приветствует тебя, Маша. Да, когда фантом с памятью, он разговаривает по-другому, чем если это будет дух просто. Но он говорит, я приветствую тебя. Да, мы приветствуем его тоже. Очень рады, что дух этой сущности прислал свой фантом, чтобы ответить на наши вопросы, чтобы поближе узнать об этой личности. И наш первый вопрос... Он говорит, что... Да, хорошо. Расскажи, пожалуйста. Я хотел бы сразу внести ясность. Меня зовут не Христофор. Да, это русский вариант. Ну, я его просто так назвала, он сочетал с меня, что я сказала. И говорит, что это не его имя. Его ближе, как... Как Крист... Крист... Кристабель. Кристабель. Испанский вариант. Как-то Кристабель. Да, так как он... Кристабель, да, Кристабель какой-то такой. Не знаю, какой-то Кристка. Да, я поняла, что он хочет сказать. То есть там фор там не было. То есть именно последних вот этих букв фор там не было. Да, я понимаю, о чём он говорит. У него действительно, в зависимости от того, в какой стране он упоминается, по-разному произносится его имя. В русской транскрибации используется латинизированное имя Кристофорус Колумбус, сокращённо Кристофор Колумб. Ни форус, ни фор там нет. Да, это латинский вариант в поздних источниках. В Испании, в которой он служил и для которой он делал свои открытия, его звали Кристобальд. Ну, я слышу, как Кристаб... Это либо Кристобал, либо Кристобель как-то. Вот примерно такой вот. Хорошо. Ну, мы договоримся, чтобы нашим русскоязычным слушателям было понятно, о ком идёт речь, и с кем мы разговариваем. То непонятно. Да, мы договорились тебя называть Кристофор. Потому что ты у нас именно так известен. Да, на нашем языке твоё имя произносится именно так. Расскажи нам, пожалуйста, с какого духовного уровня ты пришёл в воплощение Колумба? Я воплотился с 15-го. С 15-го уровня, спасибо. А можно ли узнать имя твоего духа? Как сейчас зовут твоего духа? Он только память об его жизни хранит. Хорошо. Какие у тебя были планы на воплощение Кристофора Колумба, и насколько ты смог их выполнить? Мои планы — изучение материального мира, путешествия, расширение познаний и получение опыта как бы служения, да, получение опыта служения монарху. То есть это вот как служение. А потом во второй половине жизни мне нужно было приобрести власть, ну вот как князь, или барон, что-то такое вот, стать каким-то князем. Знатый титул получить. Да, и управлять определённой областью земли. То есть это ещё как задача проявлять власть. То есть в первой половине жизни это изучение мира, а во второй половине жизни как проявлять власть. То есть у него как две задачи были на воплощении. Но я частично выполнил, частично, да, но больше не выполнил, потому что там не получилось правильно использовать эти возможности, свои таланты. То есть как не в то русло, а не в то русло пошёл. Да, мы впоследствии поговорим и об этом. Расскажи, пожалуйста, где и когда ты родился. О своём детстве, родителях и становлениях. Потому что дата, год и место твоих родителей до сих пор для наших историков не совсем известны, непонятны. Я родился в городе, который называется как Генза или Ген... Генуа. Ну, как-то вот даже это как не город, а как вот типа посёлка, что ли, какого-то небольшого. У меня показывает... Это было недалеко от моря. Ну, да, я буду говорить, как слышу, и у нас в семье было четверо, мне сейчас почему-то показывают, что четверо детей. То есть я, ещё два брата и сестра, ну, по крайней мере, он мне показывает сейчас вот как своих родственников. Мой отец был. Ну, вот как раз, который как на море, как вот рыболов. И ещё плюс он как ремонтировал какие-то типа парусы. Уже когда он не смог выходить в море, он у себя дома там, да, хорошо ремонтировал паруса и помогал, ходил ещё к другому мужчине, но это вот как небольшой завод был, как кустарный промысел. И там делали вот эти корабли небольшие, как лодки. Он мне сейчас показывает, как лодочник какой-то. А мама, она была с детьми, но ещё, когда они выросли, она ходила, ну, вот как стирать кому-то одежду. Вроде мере, я её вижу, она у меня сейчас просто образы показывает. Так как они не говорили по-русски, тут как бы словами профессии, как я назову, я показываю образы. Интересно. Мама была прачкой, а папа кораблестроителем. И рыбаком ещё. Когда был помоложе, говорит, был рыбаков. Ну, как выходил в море и какие-то сети там там расовывал. Спасибо. Очень интересно. И опиши, пожалуйста, свой внешний вид. Да, родился я в середине. Он мне сейчас показывает, как где-то, да, 15 век. Это была осень. Он показывает цифры. Один, да, хорошо, 1451. И это была осень. Это вот сентябрь месяц. По вашему летоисчислению, это примерно как 10 сентября. Сейчас показываю такую цифру. По вашему календарю. Ну, это очень важная информация для наших историков, потому что дата неизвестна. И год приблизительно, действительно, 1451. Он мне сейчас показывает один, четыре, пять, один. Да, спасибо за уточнение. Важная информация. Также не было прижизненных портретов твоих. И рисовали уже просто по описанию. Может быть, ты сможешь, Ирина, показать, как ты выглядел в зрелом возрасте. Он мне показывает мужчину с бородой ростом где-то около метра восьмидесяти. В такой шляпе. Почему-то такое лицо достаточно светлое. Борода такая широкая. И волосы такие длинные и немножко вьющиеся. И они такого какого-то рожеватого цвета. То есть, вот как рыжие, особенно волосы. Борода-то потемней. И глаза у него светлые. То есть, вот мне сейчас показывают, как светло-серые такие. Нос такой длинный, прямой. Вот так вот идёт. И лицо такое немножко вытянутое. Очень поразительный взгляд. И тонкие такие губы. Хорошо. А сам такой, вот, ну не то, что полный, но у него такое крепкое отражение. Он такой высокий и широкий во плечах. Он мне сейчас показывает, как видел своё отражение. Хорошо, спасибо. Я пришлю у Ирине несколько портретов твоих посмертных. Сейчас? Нет, не сейчас, в последствии. Может быть, ты выберешь подходящий портрет для нашей заставки. Что бы ты мог рассказать о себе как о личности, о твоём характере и убеждениях? Я был верующим человеком, верил по римскому папу, ну вот как католик. Также я мечтал, путешествовать, да, с детства мечтал путешествовать и рисовал разные схемы, как добраться до азиатских стран. Более короткие, ну вот как показывает, что был какой-то как длинный путь, а я хотел как коротким путём добраться до Японии, Китая, Индии. И я хотел, чтобы, ну вот как наладить там, как торговлю, и чтобы за это открытие и за то, что я буду перевозить товары, ну вот как меня наградили титул, показывает, что мечтал об этом, и это занимало большую часть моей жизни, и когда я вырос, я со своими друзьями стал их уговаривать, чтобы мы, ну как, плыли на открытие, на это вот как через тот путь, да, который я решил. А я решил, потому что я познакомилась с одним монахом, который мне показал карту, и на которой было нарисовано, что есть короткий путь через океан, вот как на запад от Испании, плыть на запад, от Испании, вот по Атлантическому океану, и там есть короткий путь к Амказии, к Азиатским землям, и я хотел быть не только первым открытым, ну как бы, да, первым открывателем этого пути, но я хотел, чтобы там открылись, ну вот как, города, города моей страны, где правил какой-то как князь, но это был не король, это как не Италия было со временем, а что-то типа какого-то княжества, небольшое, что мне показывает, опять же, да, княжество – это русское слово, ну такое, как государство, очень маленькое. Да, ну, можно сказать, что отчасти ты исполнил свои мечты, получил обратный титул. Я мечтала об этом, я мечтала путешествовать, мечтала открыть новые земли, даже которые ещё были не открыты, и путь в те, которые уже были известны, ну, как в другой, более короткий, тоже, но я не мог устроить это путешествие, показывают, как ходят на приёмы каким-то богатым людям, и просит обеспечить эту экспедицию, ну, эти экспедиции. Да, но они отказывали, и у меня были обиды на них, разочарования, особенно в молодости, а потом я нашёл одного из как баронов каких-то, который был очень близко к кардиналам и профинансировал в то время, когда я жил, в то время церковь была очень богатой, очень богатой институтом, как власти или при власти, и там было очень много денег, и поэтому кардиналы, некоторые жили как князья, вот такие, как богатцы. И вот это финансировал, да. Скажи, пожалуйста, немного о своём характере, то есть ты был очень целеустремлённым, настойчивым человеком, то есть ты мог свои интересы отстаивать именно как личность, твои характеристики как личности. Я считала себя уверенным в себе, я ничего не боялся, я была достаточно жёстким, то есть таким, как лидерские качества были. очень интересно, потому что для нас важно понимать, за счёт каких качеств ты достиг того, что ты достиг, поставленных тобой целей, твоих целей на воплощение и твоих земных целей материальных, вот, и для этого действительно нужны, наверное, очень сильные качества лидерские, наверное, жёсткость в чём-то и умение перешагнуть через свои страхи. Я также был жестоким с людьми, которые мне не подчинялись. Жестокость в тебе тоже присутствовала. Ну, как очень, такая суровая была такая, суровая мореплавочка. Суровая мореплавочка. Скажи, пожалуйста, а был ли ты счастлив в своих отношениях с женщинами, например, с твоей женой из Португалии, Филиппой Мониш Перештрелло? Ну, у меня как-то не до неё было, я больше сейчас показываю, как был увлечён, сейчас показываю, даже когда был на земле, ну, как не плавал, вот, когда уже в промежутке между путешествиями, вот, как с друзьями где-то что-то такое. Больше друзья, вино, девочки. Интересовался, жил с ним. Какие-то как кабаки. Он мне показывает, как кабаки, где они пьют вино, пиво, что-то у них там наподобие в больших кружках таких. И вот в этих компаниях я любил бывать в своё как свободное время. И там мы сидели и вот как рассказывали какие-то как шутки, вот как о мореходстве и даже рассказывали о правителях. То есть вот как смешили друг с другом. Он мне сейчас показывает такую, как весёлую компанию и потом могли, некоторые могли даже вот как и подраться. Вот такая была компания. А с женой ну как счастлив. Ну, если она, если долго с ней находился, мне это могла скучить. Смешно, да? Ну, то есть отношения были скорее всего по необходимости. Она, насколько мы знаем, была из благородного рода, из благородной семьи. Ну, и что я был хотя и из бедной семьи, которую я говорил, но так как я пользовался почётом и уважением со стороны достаточно знаменитых людей, элиты нашего времени, я ни в чём не уступала, на самом деле. То есть, твой брак и отношения были, скорее всего, по расчёту, чем по любви? Ну, просто, ну, как бы, мы понравились, мы реально понравились друг другу. Ну, ты же прекрасно знаешь, что, ну, и когда одна женщина хорошо, а потом проходит время, и когда тебя окружают другие, это тоже тебя соблазняет. Очевидно, какое-то из моих воплощений это знает. Аж прям смешно, но он мне показывает, как, да, хорошо. Дело в том, что всё это, конечно, считалось грехом, но это можно было легко убрать, этот грех, ну, как щедрым приношением в церковь. Получить индульгенцию. Ну, то есть, вот как принести, как пожертвования даже скорее, и чем больше пожертвования, тем больше тебя как простят грехи и скажут, что, ну, слаба человеческая природа, и вообще главное это не уклоняться от греха, а вовремя от него очиститься. Очищаться можно было хоть каждый день. Интересное мировоззрение. А какие у тебя были отношения с твоими детьми? Мы знаем, что у тебя было два сына. Один законно рожденный Диего, рожденный в Лиссабоне от жены. Старший сын стал четвертым вице-королем Новой Испании и носил звание адмирала Индии. И второй сын незаконно рожденный Фернандо, рожденный в Испании от связи с митрессой, с любовницей Беатрис Энрикес Деорана. Он стал писателем испанским, космографом и твоим биографом. Вообще у меня было детей, которые поплатились через меня 11. Показывают, что даже не всех он знал. Нам известны только двое законно рожденный и незаконно рожденный. У меня девочек показывает, которые как дочери от женщин и которым он как втайне давал деньги. Когда они были. Был такой период, когда у него как богатство было. А был период, когда он бедный был. Когда был богатый, он давал вот женщинам, которые родили дочерей и еще были мальчики. какие были отношения, которые, это в чем дело, независимо от того, сын это, или жена, или еще кто-то. Если ко мне относились хорошо, я относился хорошо. Если мне мешали жить, то я относился плохо. очень прямолинейные были отношения. Ну да. То есть вообще я, конечно, мечтала, чтобы мои сыновья пошли по моим стопам, но вот как были тоже мореплавателем. И учил их этому. Один из... Ну вот как хотел в молодости уйти, типа как в монастырь какой-то. Я его за это наказывал, за эти его как глупости сказал, что это моей отцовской волей, на это не будет, чтобы ты, в котором течет моя кровь, стал лбом аппол бить и втихую щупать прихожанок, которые пришли из побед. Вот то есть он как сын. Ну он тут рассказывает. Ну очень интересный вообще взгляд на эту личность, очень интересная информация, потому что мы его знаем достаточно сухо из исторической литературы. А он такой живой, достаточно эмоциональный, ни разу не сухой. Да. Перейдем к твоей профессиональной деятельности. Из истории мы знаем, что падение Византийской империи и захват османами Константинополя в 1453 году вынуждали западноевропейцев искать новые пути в Ост-Индию. И поиск этих путей привел тебя к открытию Америки, к берегам которой ты совершил четыре экспедиции. Что изначально повлияло на тебя при решении стать мореплавателем и отправиться именно в это очень опасное путешествие. Я поговорила с одним монахом, моим как друг знакомый, который показал, что существует такой короткий путь в эти земли. И я понимала, что если я буду первым, кто откроет туда путь, мне дадут власть над этими землями, и я смогу приказать построить там, как город, колонию, как управлять ею, продавать то, что там будет добывать. То есть страна, где я жил, она колонизировала. Она сейчас показывает, как Африку, например, Индию, другие страны. Потому что там жили люди, которые у них были там, куда, вот в этих странах, там жили люди, которые были как на очень низком уровне развития. У них были небольшие поселения, они жили как в первобытном общинострое. Не было больших городов, не было. Вот у меня сейчас показывает вот такое как оружие, которое как стреляет, что-то наподобие ружья нашего показывает, но какое-то более примитивное такое вот, какое-то всё неровно сделанное. Да, а у них было ну просто какие-то топоры, там луки, стрелы, копья, и можно было легко играть в рабы. Понятно, что другие народы, которые сильнее, они всегда покоряют тех, кто слабеет. Всем понятного дела. Да, в твои времена это было обычным ходом мышления. А вашей разве ночь? В наше время мы уже не держим рабов в общепринятом смысле этого слова. Хотя в скрытой форме такое ещё есть, но это уже не одобряется и не разрешается обществом. Ну тогда это всё наоборот как культивировалось, вот как ты сильный мужчина, если у тебя будет богатство, если у тебя будет влияние в обществе, если у тебя будут рабы, в смысле это не рабы из твоего народа. Это нельзя было делать. А если из колоний, это пожалуйста. Да, то есть для тебя это было нормально и приемлемо, несмотря на христианство. Но они не назывались прям вот так вот как рабы, которые были вот как которые просто вот как продавали как товар которые были в более древние времена. Они назывались просто как слуги, которые привозились из-за колоний на родину и обороты говорилось, что мы это верующие католики приобщаем их к нашей цивилизации. А за приобщение конечно они что они могут заплатить? Конечно свой труд. Интересный взгляд. как тебе такое приобщение к своей культуре и ну понимаешь они язычники которые каким-то там идолам кланились каким-то чурбанам деревянным а мы их спасители которые принесли им свет христовой веры. Да у нас будет очень интересный вопрос по этой теме впоследствии. Нам было бы очень интересно узнать какой остров ты открыл впервые во время твоей первой экспедиции к берегам тогда Ост-Индии в твоем понимании 12 октября 1492 года. Ты его назвал Сан-Сальвадор в честь Иисуса. Он мне сейчас покажет чего-то Иисуса но да и так Святой Спаситель да на местном языке он назывался Гуанахани от названия рептилии и гуаны на которые охотились местные жители впоследствии называли этот остров Уотлинг или же другой остров Самана-Ки я выслала Ирине карту если возможно я сейчас открою а мы ее тут не покажем это один из Баганских островов входящих в архипелаг Лукая так считал эти земли Восточной Азии окрестностями Китая Япония или Индии ну так вот я включила этот рисунок и какой вопрос какой остров ты обнаружил первым куда ты высадился впервые во время своей первой экспедиции это сейчас у нас называется Баганские острова входящие в архипелаг Лукая ты считал эти острова Восточной Азии и нашим ученым не совсем понятно или они у них есть споры по поводу того на какой из этих островов ты высадился впервые да он сейчас посмотрел да посмотрел через меня ну опять же с его памятью как говорится немножко не так выглядела карта но он мне показывает справа вот этот вот он был как небольшой и первым как его заметили первым заметил его мой товарищ и там сначала подумали что большой остров большая земля а это казался маленький остров во время второй экспедиции с 1493 по 96 год тебя преследовали неудачи насколько мы знаем из источников от оставленного после первой экспедиции форта Ла-Навидат были обнаружены только пожарищи и трупы моя команда была деморализирована недостатком продовольствия эпидемии желтой лихорадки а местные жители обозленные нападениями и насилиями оказывали сопротивление в этот период упоминается что ты тяжело болел и по возвращению в Испанию проболел 5 месяцев что это был за недуг и как ты можешь описать эту вторую экспедицию показывает как заболевание я не знала название но у меня показывает состояние похоже что-то на малярию я вижу что температура лихорадка тошнота с печенью желтая лихорадка да только да это вот в моей памяти это вот как малярия потому что желтая лихорадка это насколько я помню вирусное заболевание а малярия это другими вызвано микробами ну вот похоже по симптомам вот на эти вот вещи а что касается то что ты сейчас перечислили ну там не только это было там было много и удачи и неудач у нас во второй экспедиции да и в первой тоже ну когда-то мы одерживали победу или там на нас могли напасть и это по-разному было то есть он показывает как вообще могли они как вооружены были вот эти там же не один корабль был он сейчас показывает три ну как вот три больших корабля и у них были еще какие-то внутри этих кораблей они такие да в рюмах были как продовольствие и были еще какие-то какие-то как лодки и могли вообще остановиться сначала возле какого-либо ну да сначала вот увидели землю и увидели когда стали приближаться смотреть какие-то типа подзорные трубы и увидели что там это не похоже на сушу а вот возле всех сторон океан а вот как остров а на большую сушу не похоже и решали как обплыть его и сначала вот как оплывали и смотрели есть ли на берегу как ну какие-то как поселения какая-то активность и даже такое было что посылали на разведку останавливали как кидали якорь подальше от берега чтобы там как не было засады на этом острове они эти же люди которые там жили они же хотели быть свободными и они не хотели вмешательства в свою жизнь чтобы кто-то там строил на их земле какие-то города и увозил куда-то и так далее зачем им это было надо и они сопротивлялись особенно когда увидели что мы ну не с такими намерениями как они не ожидаем не совсем как сказать так с мирными но я уже сказал цель всего этого не менее вот когда вот этот корабль останавливался возле какого-то острова как небольшого вот на этой лодке 5 или 6 человек отправлялись как на разведку вот когда уже вечерело были сумерки он мне показывает как они отправляются вот со стороны берега где вот ну как он был пустынный и они выходили на этот берег а там вот такая вот песчаная полоса и сразу росли как джунгли вот такой очень густой лес он мне показывал и прятали эту эту лодку вот какими-то как листьями и обследовали остров и так бывало что там никого не было это было как необитаемый а бывало что там было небольшое как племя и оно тоже по-разному встречало нас но это только потом вначале мы были более смелыми и сразу представляли большой корабль а потом когда у нас случилась крупная стычка он мне сейчас показывает как люди на них напали которые кидают какие-то острые типа дротиков что ли и еще ножи у них были вот такие длинные и изогнутые как серпы и порезали троих человек очень серьезно погибли и потом мы стали осторожнее очень опасное было путешествие очень многие в нем погибли в конец второй экспедиции испанское правительство разорвало с тобой отношения так как острова Испаньола на котором мы обосновались не приходило достаточно дохода и они разрешили всем кастильским подданным переселяться на новые земли рассчитываясь с казной золотом показывает что это неправда и что он не согласен с информацией что не было дохода это было просто как мошенничество что они говорили что не было дохода а на самом деле он был очевидно недостаточно высокий который не покрывал расходы или он покрывал расходы экспедиции он даже перекрывал эти расходы но просто чтобы не делиться со мной и решили меня просто кинуть понимаю тут у нас есть информация о том что появился Америго Веспуччи твой итальянский соотечественник из Флоренции который получил право снабжать индийские экспедиции он в том числе снарядил и твою третью экспедицию на деньги флорентийского торгового дома Медичи его также привлекали новые возможности и перспективы после открытия новых земель тобой он оставляет торговое дело и отправляется штурманом в третью экспедицию чтобы познакомиться с новооткрытой частью света какие отношения у тебя были с этой личностью и воспринимал ли ты его как конкурента ведь именно его именем с подачи немецкого картографа и книготорговца Мартина Вальдзе Мюллера был назван новый континент который ты открыл Америка уже после твоей смерти так как Веспуччи оставил очень много информации об этом континенте Нормально у нас были отношения никакой конкуренции не было и называли его понятно что так как так как назвали потому что он доказал и открыл что это не то что я думаю понятно что как его еще могли назвать ну соответственно когда мы с ним были знакомы нормально у нас были вполне отношения ну я бы сказал что у меня была такая ну можно так сказать небольшая как зависть он как был богаче и ему давали вот как больше денег ну он просто был более таким хитрым и более таким ну не таким как прямолинейным как я потому что я мог да я показываю это образ смешно вот какой-то как я не знаю кто такая Изабелла это кто Изабелла это была католическая королева Испании которая финансировала твои экспедиции я мог к Изабелле войти прям с моря и помывшись он мне показывает как в какой-то как обуви которые следы я оставляла и от меня вот как морем и потом пахло она такая утончённая женщина мне сейчас показывает как отворачивала нос и каким-то как платком вот так вот закрывала а я вот мог к ней приблизиться вот сейчас показывает чуть ли там не объятие там заключать Америка Вискучи он был очень такой следил за собой сейчас показывает как такой фран поэтому к нему было больше как расположение у меня была зависть но он и со мной себя вёл очень подчёркнуто вежливо и не выказывал как-то превосходство был настоящим дипломатом представителем торгового дома Медичи семьи Медичи очень влиятельная итальянская семья то есть он мне показывает как вот сравнение как он был как аристократом а он такой как простой простолюдин какой-то там парень и он говорит даже не в этом дело не во внешнем виде я привык всё даже вот королям кардиналам у меня не было разницы кто передо мной я всё говорила напрямую то есть вот как не скрывала свою позицию мне что-то не нравится я говорю вы там меня обманываете я на вас там ну вот как аналог как судов в суд подам да у тебя было много судебных тяж мы ещё к ним подойдём то есть я прям говорила я на вас подам в суд вы за это заплатите вы не имеете права то есть у меня сейчас показывают как не терпел несправедливость да а Америка он был такой даже если его обделили и ну вот как несправедливо с ним поступили он делал вид что как будто ничего не замечает но в то же время он плёл оно как интриги то есть ну ладно здесь не получилось там подзаработать он просто в другом месте возьмёт но он ни слова ни грубого не скажет настоящий флорентиец у нас у нас также есть информация что под конец третьей экспедиции в 1499 году испанская королевская казна как утверждается всё ещё не получала доходов от своей новой колонии а в то же самое время португалец Васко де Гамо открыл морской путь в настоящую Индию и в 1498 году он вернулся с грузом пряностей и специи доказав таким образом что земли которые ты открыл совсем не Индия а сам ты получается обмазчик обмазчик в связи с этим королевская чета отправила своего наместника на остров Эспаньола и тот привёз тебя и твоих братьев в Испанию в Кандалах но твои финансисты смогли убедить монархов освободить тебя но тем не менее твои привилегии всё-таки не вернули чем было мотивировано мотивировано твоё освобождение и что ты испытал услышав эти новости как это повлияло на твою самооценку и того знаете он мне показывает что когда услышал о том что это ну это не та земля которую я называла не было какого-то разочарования то есть мне было ещё интереснее что это вообще нечто новое но вот которого ещё даже не было известно и я думаю а что же тогда у меня ну то есть вот какой-то вопрос если это там не Индия не Япония не Китай то есть как не азиатские земли и это не индейцы которыми я имел дело многих племён было рад я думал а что же это тогда ну Африка же не может быть а какая же там земля ещё может быть значит что-то вообще новое и я подумал значит я первый открыватель земли который вообще для меня никто не знал ну я ещё подумала а как это так может быть почему а до этого туда никто не плавал то есть у меня показывает что разочарования не было а было удивление и даже как некоторая радость от того что это новая земля а что касается обвинений ну я считаю они были беспочвенными потому что дело да а что касается обвинений которые ты перечислила и вот этого моего ареста там я считаю что всё это было подстроено это было всё беспочвенно подстроено вот как конкурентами которые тоже хотели там влияния в эту колонию вот ты сама посмотри они ведь ну арестовали меня но они же не убрали оттуда колонию ну то есть от той земли которую я открыла то есть вот как продолжали туда корабли плавать он мне сейчас показывает как уже же было не только я и мои друзья там уже были и колонисты жили он мне сейчас показывает уже какие-то как священники и уже крепость начала устроиться там церковь при ней то есть это вот как уже строительство начиналось и они сказали что типа вот ты там не то открыл поэтому обманщик машины они же не переставали этим пользоваться и я считаю это было подстроено несправедливо потому что какая разница как она называется если она приносит доходы там было и золото драгоценные камни вот эти слуги мы их называли они тоже мы их отвозили в свои страны они там работали ну и было много тоже золота и и показывает что даже какие-то предметы золотые обменивали на стеклянные бусины а если они не хотели обменивать то ну как и начинался конфликт который мог закончиться захват племени ну и вообще было много земли которые могли жить люди вот сейчас показывают как на постоянное место переехать из Европы и я считаю нет разницы как она называлась раз я ее открыл я никакой не мошенник это же действительно она была реально а назвать ее можно было хоть Айзи хоть Индия 2 там хоть Япония хоть Мапония хоть как ее можно было назвать дело дело в том что твои недоброжелатели предъявляли претензии именно в том что ты недостаточно хорошо и добросовестно управлял этими колониями и поэтому Королевская ЧИТА отозвала это монопольное право ну это было да у меня было конечно много там чего ну вот конкретно насчет мошенничества я не соглашусь это это было один из аргументов почему с управления да монополию конечно насчет управления и собственной командой кораблями вот этими и собственной командой и колониями да у меня действительно было много я проявлял много силы которая воспринималась как жестокость я наказывал я делал свои как законы и наказывал за непослушание например за убийство или ранение одного из своих я приказал привязывать к столбам например пять человек и сейчас показывают как привязали к столбам руки вот так вверх прикрутили какой-то как бечевкой сложили соломы подожгли живьё это было местное население или кто-то из другой команды местное население местное население причём ко мне же обращались князья ну то есть бароны другие и даже кардиналы которые просили продать им девочек ну понимаешь из понимаешь они держали такие как это вы сейчас называете дома ну за деньги да публичные дома а их хозяевами были иногда очень высокопоставлены алистократы да и духовные лица тоже да и они тоже конечно могли быть хозяевами публичных домов то есть получать из них прибыль а девочек то надо было где-то брать и соответственно ну чтобы цену на неё чтобы цену за неё нормальную назначить она должна была быть привлекательной а те да девушки которые были вот в этих племенах они были нечто как новое и понимаешь уже тогда были люди которые готовы были платить так сказать за детей и я именно отбирала девочек ну лет 9-10 которых отвозили в эти дома если матери и отцы пытались ну как у меня сейчас показывает как сопротивляться я спускала на них собак мне сейчас пока топил их где-то что-то мне показывает да очень жестоким человеком было как тебе такое рассказывать ты знаешь я что-то такое предполагала даже читая о так сказать очень абстрактных описаниях твоего поведения и обращения с местным населением да без особых деталей но было понятно что да на подавление восставших племен ты приехал с вооруженными солдатами со специально обученными для охоты собаками с помощью которых расправлялись с местным населением естественно да он показывает как считал это даже вот как не грехом а добродетелю то есть как его само собой разумеющий да мы знаем что в твои времена было особое представление даже и в христианстве о том что является добродетелью не добродетелю понимаешь они еще раз говорю они были на той земле которую мы открыли и мы понимали что мы католики вот как христиане которым весь мир принадлежит и если там живут какие-то люди которые не принадлежат к нашему так сказать к нашему миру естественно мы им предлагаем либо вы нам покоритесь либо вы умрете то есть это было даже всем понятно и не обязательно говорить словами это был неписанный закон и понятно что с той стороны этого их мира была разная реакция были которые видели наше превосходство и добровольно переходили становились христианами и даже пытались ну вот как подниматься в нашей иерархии привыкали к нашему миру учили язык но европейцы относились к ним с таким как близгливостью для них это были как дикари да люди второго сорта да и это было вполне естественно что касается жестокости я хочу сказать но если они не покоряются нашей божественной власти у нас женами папа управляет который на месте Христа мы под его благословерением все ходим а это же бог это серьезно это бог был благословен через него если какие-то люди не подчиняются нам они не имеют права жить тогда на земле потому что они уже попросили с Богом понимаешь в чем дело да я понимаю в чем дело как тебе так я понимаю его точку зрения и мировосприятие с тех времен она нам знакома она ненамного изменилась до сегодняшних дней ненамного нет ненамного изменилась но ненамного судя по дошедшей до нас информации ты был очень находчивым и предприимчивым человеком с хорошей фантазией так в конце второй твоей экспедиции 11 июня 1496 года ты вернулся в Испанию отстаивать права предоставленные тебе ранее ты предъявил документ согласно которому ты действительно достиг азиатского материка хотя на самом деле это был остров Куба и ты попросил свою команду присягнуть на то что это азиатский материк заявил что в центре острова Испаньола ты открыл чудесную страну Афир где когда-то добывалось золото для библейского царя Соломона кроме того ты предложил направлять в новые земли не вольных поселенцев а уголовных преступников сокращая им наполовину срок наказания последнее предложение конечно же нашло большой отвлек правящей элиты поскольку с одной стороны избавляла Испанию от нежелательных элементов снижая расходы на их содержание в тюрьмах а с другой стороны обеспечивала освоение новых территорий достаточно отчаянным человеческим материалом следующий интересный случай был во время твоей четвертой экспедиции в 1504 году ты использовал лунное затмение для запугивания враждебных ямайских индейцев ты пообещал что будешь молиться об их спасении и оно будет даровано если они возобновят снабжение тебя продовольствием и всем необходимым были ли какие-то другие интересные истории или ухищрения которые тебе приходилось использовать в своей жизни для достижения своих целей и что еще интересного и примечательного происходило в твоих экспедициях и между ними да много что происходило всяких и страшных случаев особенно для вашего сознания и смешных случаев таких и добрых ну да таких светлых то есть да можно много что вспомнить и действительно каждый день мог быть последним для нас было же такое что не только люди там нам угрожали и явления природы и штормы и удары молнии и могли как заблудиться где-то в море то есть сбиться с пути потому что ветер как дует не туда куда надо и было такое что плывешь плывешь думаешь вот должна быть земля а ты чуть промахнулся а у тебя уже заканчивается еда на корабле ну у нас были рыболовецы сейчас показывают как рыбаки что-то там ловят рыбу это это не страшно если еда заканчивается по морю она всегда есть у нас в лесете сейчас показывают как могли ловить рыбу а вот страшней когда заканчивается вода и нет дождя не было что собрать вот когда был дождь он мне показывает как они что-то растилали и туда вода стекала то есть вот как материал который вода не впитывалась тенты и куда-то стекало какие-то длинные такие длинные штучки как наши поддоны какие-то такие вот поддоны холодильные да только они были в глине но если не было дождя и не было воды вода кончалась это было страшно если кто не выдерживал начинал пить морскую воду через несколько дней он начинал страшно кричать он сейчас показывает как начинались какие-то боли у него в теле и у него была остановка сердца то есть это это как соль которая в море она убивала людей такие были случаи когда человек от отчаяния от жажды бросался пить его оттаскивали но сейчас показывает как даже среди его команды были такие случаи и я приказывала его там связать запереть чтобы этого не сделал слышал проклятие свое да разные были случаи некоторые времена встречали нас достаточно мирно я беседовал с их как колдунами типа вот как шаманов они меня угощали разными блюдами давали мне вдыхать дым каких-то растений от которого кружилась голова и становилось тяжело говорить но это был не табак какие-то наркотические растения он мне показывает как они сидят ну вот как почему человек который не привык да хорошо я поняла он мне показывает растения ну оно на табак похоже по крайней мере я вижу как он такой высок табака в том что листья табака такого как растения но неподготовленного человека они действуют совсем не так как сигареты современные это же не химический там какое-то вещество какое-то как типа ароматизатора да а это растение в котором содержится определенная доза никотина и так далее то есть ну он мне показывал как они да он сейчас показывает как они сидят вокруг костра и передают друг другу трубку и потом когда они ее пару раз пустят по кругу у них начинается как разговор об управлении племенем то есть это как их обычай был и считалось что дым этого растения он привлекает как богов и они им там дают совет как управлять племенем для меня конечно была диковинка и я взял даже с собой как семена попросил их были да такие племена были племена где мы останавливались сейчас показывает как даже вот как у них без всякой опаски оставались даже на ночь и мы не опасались нажав спину или ядов тарелки даже были такие с большим добро нас встречали помню вождь одного племени познакомил со мной оставил меня ночевать у себя в какой как 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 шатер и то часть шатра где я лег он занавесил какой-то тряпкой когда я уже почти уснул он пришел ко мне и вел за собой вообще там девчушку лет семьи свою дочь мне как мужчине я сказал что я же не дикий зверь он сказал ты человек который послал богами если ты сейчас это сделаешь то даже потом когда она начнет от другого и вырастет это будет считаться твой сын потому что они верили что первый мужчина настоящий отец то есть можно предположить что таким образом ты одиннадцать раз стал отцом не только в Европе но и в Америке конечно там тоже были девушки которых я и моя команда так сказать засматривались на них и не только засматривались но и вступали в отношения показываю там тоже были отношения да понимаю очень сложно для мужчины который долго был в плавании без женского внимания тем более вот я выхожу и вижу на песке лежат женщины представляю вообще без ничего он сейчас показывает таких как смуглых индейцы да и мужчины и женщины и дети то есть они друг перед другом как разделись и вот как лежат как загорают одна вообще лежит она сейчас показывает как у нее сразу как у мужчины взгляд сосредоточился на грудях вот прям смешно уже и для них это необычно было и он такой как в шоке стоит да многие племена ходили там обнаженными насколько мы знаем представляешь что моряки хотели с ними сделать конечно для моряков это было очень сложное тем более после многомесячного путешествия да было очень сложно удержаться им уже там было без разницы какой они веры да какой внешности какой веры скажи пожалуйста а история с лунным затмением действительно была потому что это со слов одного из твоих сотоварищей были такие истории неоднократно я в любом случае говорила им там про то что если вы будете мне подчиняться там он сейчас показывает как будьте мне покорными то вам будет какое-то как благо то вас гром не убьет то луна на вас не подействует в зависимости от того что не верили потому что мне показывает вот как даже язык не понимали друг друга а вот находили вот какие-то знаки и постепенно начинали узнавать их язык вот то есть вот как слова и вот там показывали предмет и спрашивали как там у вас называют какой-то такой как обмен но это я повторяю с теми кто не сопротивлялся когда сопротивлялись были какие-то столкновения нападения конечно тут уже не до разговора было да понимаю ты также являешься автором двух интересных книг книга привилегий книга пророчеств в книге привилегий которая была написана в 1502 году в Севилье незадолго до твоего четвертого и последнего плавания в Америку ты написал с целью как нам известно с помощью судей и нотариусов закрепить на бумаге и в подробностях те проявления благосклонности со стороны испанской короны которые по твоему мнению тебе причитаются в качестве вознаграждения за открытие так называемого пути в Ост-Индию а также завоевание и христианизацию новых земель во славу Испании за публикацией этой книги последовал продолжительный судебный процесс между твоей семьей и испанской короной известный под названием тяжбы Колумба как отразилась эта история эта ситуация на развитии твоего духа что ты понял из этого по возвращению в духовный мир насколько я понимаю в тебе была глубокая обида разочарование я понял я понял у меня была обида разочарование ну вот как в этих людях которые были при власти в их честности потому что они говорят одно а делают другое ну то есть вот как обман идет обман 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 мне уже от этого обман тошнило и физически я заболел он мне показывает как тошнота высокое давление и вот как почки болят почечная недостаточность или камни в почках ну да там вот как шлаки уже у него в крови то есть он мне сейчас показывает как вот это злоба даже не то что-то подавленная ярость вот это все он не мог я не мог ее выплеснуть это же не индейцы уже я только мог срываться на ком то например у меня была собака и он мне сейчас показывает как да была собака у меня еще была лошадь ну дома то есть он мне сейчас показывает и когда я приходил с очередного вот это как разбирательство или как допроса и они мне попадались на глаза и пытались как ко мне подойти чтобы я их приласкала я их начинала бить то есть он мне сейчас показывает как срывал проявлял агрессию да и вот из-за этого я заболел и к сожалению мой уровень при воплощении а при выходе заплачить был пятый да я так и предполагала что пройдя такой сложный путь полный агрессии разочарования хотя напомню воплотился в пятнадцатом да у тебя была еще одна примечательная книга книга пророчеств которую ты начал писать в ожидании своей четвертой поездки в Америку между 1502 и 504 годами и закончил уже по завершении этой экспедиции тебе помогал ее писать картезианский монах монастыря Святой Марии в Севилье Гаспар де Горациум в этой книге ты обосновываешь свое божественное предназначение к открытию пути как ты думал Бост-Индию чему ты нашел подтверждение в Библии и заявил что конечной целью твоих плаваний является евангелизация индейцев и добыча золота на восстановление Иерусалима ты писал в этой книге что к концу света и второму пришествию Иисуса Христа необходимо выполнить четыре условия это распространить христианство по всему свету отыскать Эдем который по представлению своих современников должен был находиться где-то на вершине горы чтобы его не затронули воды потопа должен быть совершен последний крестовый поход который приведет к отвоеванию святой земли у мусульман после чего Христос должен прийти в место где он проповедовал был распятый воскрес в Иерусалим и четвертое условие должен быть избран последний мировой правитель твоему мнению которыми были католические короли Фердинанд и Изабелла что тебя привело к написанию этой книги на самом деле было ли это действительно желание твоего духа какая-то контактерская работа и кто тебе помогал при этом на тонком плане или это был просто такой шаг дипломатический чтобы убедить монархов и дальше финансировать твои экспедиции и признать твои привилегии и насколько ты преуспел я вам сказал так это были мои размышления об этом все что там есть это были мои размышления вполне искренние с счет контакта ну я привлекал свои вибрации разных сущностей не очень светлых так скажем и некоторые идеи они мне там подкидывали например насчет неполноценности Абригера есть эта идея есть обоснование библейское там которое я приводил что они не равны нам это было все подсказано для усиления вражды на самом деле я сейчас об этом сожалею но в следующих воплощениях вот она сейчас показывает как когда уже вышел из воплощения и слился с высшим я там уже были другие опыты у меня другие воплощения где я смог искупить эту карму и очистить и очистить подняться выше воплощениях но очень жаль что я причинил столько страданий людям и он сейчас показывает как даже после моей смерти моего тела это дело продолжали другие мое дело продолжали другие в том же русле и направлении и даже уже сейчас пока к концу жизни я уже сожалела об этом но я не смог переработать эти вот вот эту злобу обиду и чувство вины еще было и все это вместе на пятый уровень меня опустило хотя я молился Иисусу я считал что он за меня вот как на моей стране и я хочу сказать когда вышел воплощение я очень-очень удивился тому кто кто меня обступил и кто меня встретил я обязательно тебя спрошу об этом мне интересно узнать о твоем таком убеждении которым мы читаем о том что ты считал что судьба человечества предопределена об этом стоит в священном писании и о том что ты был убежден что твоя судьба предопределена Богом еще до твоего рождения вот может быть ты был в каком-то роде каталиста вот и конечно мы знаем что ты очень сильное влияние оказал на судьбу нашей цивилизации на открытие нового континента и того что там происходило как ты правильно сказал твои потомки и последующие поколения продолжали там действительно ужасные действия колонизации что повлияло на твое убеждение в том что вся история человечества каким-то образом предсказана в священном писании или предопределена Богом это тоже были размышления потому что я понимал что Бог он все знает и ведущий а если он знает будущее для меня это было как сам предопределил потому что если знал но не помешал значит предопределил от Бога моего понимания то есть вся та жестокость которая проявлялась в обществе и в том числе на новых землях ты считал что это тоже с одобрения высших сил и Бога ну конечно и без воли Бога волосы с головы не упадет в том числе и этих людей раз он упал значит так велел Бог мы рука Бога он нами наказывает их за их развратную языческую жизнь да мы знаем что в принципе это и была идеология крестовых походов против мусульман и других ну короче я поняла кто победитель тот и святой да это было его убеждение в своей жизни в последние годы жизни вот там не знаю воюют какие-то племена или государства кому Бог дал победу и Бог дает всегда кстати в любом народе есть какой-то день победы над какими-то врагами так так вот когда этот день победы вспоминают и отмечают в любом народе наверное вспоминают Бога и говорят ты нам дал победу ведь так знаешь сейчас мы живем в атеистические времена когда я имею ввиду люди они же есть у вас верующие люди и они когда вспоминают что их народ какой-то там в какой национальности они не были если они вспоминают что в истории их народа было какое-то была победа над другим народом врагом вражеским то они же в любом случае благодарят Бога за то что он дал победу именно им их предков выходит уже предков ведь так на эту тему можно пофилософствовать кто а тут дело в другом что если бы они были покорены побеждены их бы победил другой народ и захватил бы их в рабство или их территорию или то и другое бы сделал есть разные формы захвата есть захват территории при соединении ее к своей и объявление что так и должно быть это правильно а есть просто территорию захватывают но захватывают и людей тоже в рабство отвозят другое место но рабство оно просто может быть открыто оно может быть скрытой формы там бывает разная форма ну в любом случае если бы эти которые сейчас празднуют победу эти люди этот народ если бы он проиграл в этой войне в любой войне он бы уже праздновал бы победу его в раб одним и тоже бы благодарил Бог за то что он им дал победу правильно да каждый народ празднует свою победу ну вот а поражение в войне никто не празднует так да это так то есть Бога Бога же не благодарят за то что в войне наступило поражение и ты знаешь наверное о древних народах где были вообще боги войны которым обращались с молитвами с различными об обеде над врагами и все равно побеждал кто-то один ну самый сильный как ты думаешь ты же понимаешь кто может побеждить в войне а теперь вопрос а победа в войне случайно конечно нет а кому дают победить вот эти божественные высшие силы тем которые должны подать какой-то урок пойти местами почему и именно им дали победить а тем проиграть вот это сейчас показ как одним дали победить другим проиграть одним захватить другим пойти в рабство именно это он считал предопределением показателем того что все совершается правильно понимаешь даже вот ребенок родился например на этом острове которым я приплыл родился за 30 лет до вообще моего появления на этом острове он родился рос все эти 30 лет и он не знал что есть какой-то там крестобель Христофор Коломб и он не знал что в один далеко не прекрасный для него день приплывет там корабль и его захватят в рабство и его семью он рос радовался жизни так же как все любил маму а на самом деле его судьба была уже написана но если бы она не была написана как бы она исполнила как-то вот считать это он сейчас спрашивает ну мы сейчас знаем с нашими духовными знаниями о том что будущее многовариантно и есть различные варианты как может да вариантов может быть много мы же смотрим на то что случилось естественно и каждый дух знал все эти варианты перед тем как воплотиться что с ним может произойти ну так вот значит вы были правы дух знал что захватят в рабство воплотился значит и это его судьба так ли да очень жесткая но реальность интересное рассуждение да очень жесткая но реальность и действительно наша реальность на нашей планете на самом деле ты не вел себя как-то нетипично для нашей цивилизации в принципе и для своего времени в том числе он даже и в наше время вписался да он и в наше время не отличается типа мышления и хотя у нас сейчас более атеистическое время уже думаю всерьез верят не очень многие в Бога но очевидно в судьбу и в то что кто победитель тот и прав в заключение у меня еще есть вопрос от последних годах твоей жизни в который ты достаточно тяжело болел и тебя перевезли снова в Севилью ты не смог добиться восстановления дарованных тебе прав и привилегий а все деньги стратил на товарищей по путешествиям и 20 мая на свое лечение на свое лечение да и 20 мая 1506 года ты произнес свои последние слова в твои руки господи я вручаю мой дух и скончался в тот же день на 55 году жизни и был похоронен в Севилье что было причиной твоей смерти ну вот это злоба ненависть осуждение которое я уже говорил направленное даже не против индейцев а вот против власти которые вот как поступили неправильно не ну да хорошо я конечно понимал что я понимал что если судьба кого-то быть рабами написана то моя судьба такая она тоже написана Богу я это умом понимала но сердце не смирялось да ты боролся у тебя было много судебных процессов то есть ты понимаешь когда ты умом понимаешь одно а сердце говорит другое ну естественно ты не был робким человеком который смиряется ты всегда пытался добиться я смотрю несмотря на фатализм он руки не опустил да он боролся и его потомки в том числе тоже его сыновья я сказал что вот вот эта болезнь она привела к моему как разрушению и там были еще вот он сейчас показывает как болезни которые были получены уже как от контакта с женщинами то есть это все подрывало его здоровье организм плюс еще вот эти как блоки негативные вот как сейчас современным языком назвать то что с ним происходило и все это вместе уже организм настолько разрушило его тело что организм уже не справился он уже не смог функционировать и сердце остановилось а какой продолжительности жизни ты планировал твой дух 67 лет 66 66 66 ну там чуть больше 66 там между 66 и 67 да 11 на 11 лет больше ну то есть раньше вышел на 11 лет еще по нашим источникам твои современники почти не заметили твоей смерти признание пришло лишь позже в середине 16 века после завойневания Мексики Перу и государства на севере Ант когда в Европу пошли действительно огромные запасы золота серебра жемчуг драгоценных камней и конечно последующая трагическая судьба народа а сколько я в трюме своего корабля перевез молодых мужчин этого королю на его рудники чтобы он оружие делал он забыл она по нашим источникам 200 ну очевидно намного больше больше конечно это же было он мне сейчас показывает цифру ну он мне сейчас показывает цифру 860 860 да в несколько в 4 раза больше с лишним да ну не все правда ну вот у меня сейчас и то я вез их больше просто не все живыми доезжали некоторые начинали бунт на корабле и я тогда вот он мне сейчас показывает да начинали бунт на корабле или начинали драться за пищу которые вот он мне сейчас показывает их кормили какими-то самыми лепешками рыбу им им давали пока их везли воду и они воды воды то есть там хотели пить а воду экономили и начинали когда шуметь очень сильно я говорю ну сколько можно уже продолжаться уже никакой силы у них нет и он мне сейчас показывает как выводил они в каком-то как трюме сидели он приказал как их выводить со связанными ну как они сидели как со связанными руками и могли только так есть ну как по лады мужчины лет там 20-25 в рассвете сил сколько можно кричать выведите их их как выводили и брали вот из них любых 10 человек я подходил к ним их поворачивали спиной я разрывал рубаху на них вот такой нож и ножом на спине делал такие насечки когда потекла кровь я приказал бросить их в океан и расплывали акулы на кровь и при всех расправлялись с ними потом крики прекращались на какой-то выходите так же никто не хотел как тебя цикла очень жестокие времена жестокое обращение и потом эти акулы сейчас показывают как долго плыли за кораблем естественно ждали дальнейшей кормежки то есть вы вывозили людей драгоценные металлы другие какие-то как камни камни драгоценные да завозили он мне показывает какие-то как травы семена еще какие-то книги то есть они там писали на каких-то типа папируса что ли вот они какие-то как свитки ну там какие-то он мне показывает какие-то непонятные вот такие как ну, не как руны, ну, то есть не как буквы в этом, а вот какие-то как значки. Как понять, письменность. Вот такие вот значки, какие-то круглые, потом похожие на, наверное, нет, это не египетские. Я даже не знаю, на что это похоже, но он мне сейчас показывает. То есть вывозили предметы культуры и артефакты, очевидно? Да, каких-то статуэтки там, что-то такое. А ты сталкивался с артефактами, которые показывали, например, пришельцев с других планет, с других цивилизаций? Вам рассказывали о контактах? Ну, я слышал, показывали мне некоторые жрецы, что-то у меня сейчас показывают. На острове, вот в этом большом острове были такие, как пещеры. И, ну, вот такие вот, вот как горестая такая местность. И там были пещеры, и в этих пещерах хранились ну, вот такие вот, как предметы, полученные от богов, как они нам говорили. Но хорошо, поняла. Это было для меня нечто непонятное. Вот он мне сейчас показывает, как показывает ему какой-то диск, из светло-серого металла. Не знаю, как это называется. И стоило его бросить в воду. Ну, вот как, да, хорошо, бросить в воду. А, нет, сначала сказать определенную фразу и бросить в воду. Вся вода вокруг спенивалась и всплывала рыба. То есть, был ядовитый. Ну, это такое, как излучение какое-то, типа, лексическое, что-то типа того. То есть, как для ловли рыбы. Понятно. Потом были еще разные пластины. Вот он мне сейчас показывает какие-то металлические пластины из блестящего металла, такого, как серебристого, тонкий. Их накладывали на больные места и боль прекращалась. Или прямо на рану ложили и она быстро затягивалась. То есть, кровь прекращала течь. И вот эти пластины туда ложили и вот они как-либо лечили. Эти артефакты были вывезены в Европу? Конечно, да. Все вывезено. То есть, сейчас они, наверное, находятся в скрытых запасниках Ватикана? Это, не знаю, куда они делись. ну, не знаю. То есть, много интересного ты подчеркнул из этих путешествий и в смысле познания новых путешествий. Когда был на острове, я, собственно, был я на острове, я помню, как я вышел вот на этом большом острове Куба, вышел под вечер на берег океана и увидел в небе странную я сначала подумала птица, но это было не металлическое металлический предмет вытянутой формы, как сигару такая. И он куда-то, я вот такой взглядом проводил, и он был, то есть, сначала он как маленький, потом достаточно большой, где-то, ну, может быть, чуть меньше моего корабля. я вот так посмотрел и увидел, что он улетел в горы и куда-то, куда-то вниз его-то провалился, как будто бы в какую-то пещеру залетел, как мне показалось. И я пошел к индейцам и стал спрашивать, ну, что это такое, и они посмотрели, ну, это просто боги, они тут живут, они тут взлетают давно. А индейцы рассказывали о контактах с богами? Да, много рассказывали, этого было полно, но, правда, там не всем верили, то есть, сейчас пока как сняли, но о контактах рассказывали, что боги к ним приходили, в их там племя посещали, лечили их болезни, даже брали их женщин к себе, чтобы якобы от них детей рожать. Ну, короче, много всяких небылиц. То есть, твою картину мира эти рассказы не вписывались. Нет. Да, очень интересная у тебя была и насыщенная жизнь. Я думаю, что ты один из немногих жителей на нашей планете, которому удостоилась такая судьба и такая возможность быть первооткорвателем новых континентов, новых земель. новых народов. Ты привез в Европу очень много новых растений, которые мы до сих пор пользуемся. Ну, он мне показывает какие-то как семена в мешочках там. Да. Как тебе картофель понравился и помидоры? Ну, это необычно было. Я ему сейчас показала образ просто. Он говорит, что это было необычно. и я хотела чтобы другие попробовали. Ну, сейчас вся планета пытается этим продуктом. На самом деле это такой важный достаточный продукт для выживания многих народов. Они, кстати, говорили, что я еще спрашивала, что-то у нас такого нет. Они тоже, кстати, расспрашивали, что когда мы язык друг друга немножко изучили, то есть они там мои слова знали, я там их. И они спрашивали, а ты там откуда там, ну, где живешь? Они там тоже расспрашивали, откуда и там мы приплыли. Я им рассказывала, что вот есть страны с более большими городами, то есть все хотел в таком положительном свете им показать, откуда я приплыла. И когда вот эти растения мне показывали и давали их кушать, я вот удивлялся. А они спрашивали, а что у вас то? Я говорю, ай, а, я говорю, у вас такого нет. И они такие, ну, нет и нет. А я говорю, интересно, почему нет? И тут они начинали все рассказывать, что эти семена им дали боги. Только им, а не европейского. То есть это что-то диковина такая, почему бог дал. Но я им рассказывала, что есть только один бог, Христос, надо почитать вам библию, то есть выучить язык, то есть он мне сейчас показывал. А они так это, ну, они слушали с вниманием, и говорили, ну, Христос это, и говорили, Христос это один из богов. А я говорю, нет, только один. они мне отвечали, ну, как один бог может со всем справиться, начиная от управления силой природы и заканчивая силой управления звездами. У одного бога не хватит ума, внимания, чтобы всем управлять. Поэтому для каждой, как они говорили, для каждого дерева, для каждой звезды, для солнца, для реки есть свои боги. Я уже говорил, у вас камень возьми с дороги, вы там скажете, у него бог есть, и будьте ему лбом об него биться. То есть такой суеверный народ? Ну, они общались с плазмоидами, очевидно, и для них плазмоиды, создатели материи, были богами. Вот они говорили, что вот это нам привезли боги, очередные боги, там спустились с неба, большой сверкающей лодки, это немного раз рассказывали, от которой исходил свет на там сто шагов, и все такие, о-о-о, сто шагов. Да, очевидно, это наши друзья с Пекрана или других планет Межвездного Союза. Для них, вот у меня сейчас показывают, как его, как моряки сидят и начинают, ну, вот как они уже на языке, ну, вот как уже на понятном языке начинают рассказывать, ну, не они, а вот один из них, который уже понимает язык, вот из этих индейцев. вот у нас там боги прилетали с неба, опустили лодку прямо вот на это место, ну, это было, его спрашивают, а ты что, сам видел? И он, нет, но я был еще тогда маленьким, там мне рассказывал дедушка, ну, то есть какие-то такие вот вещи, мне рассказывал дедушка, что они сюда часто прилетали, а я видела один раз, когда был маленьким, издалека, мне взрослые говорили, близко не подходи, а то тебя сейчас увезут на этой лодке на небо, и ты никогда нас не увидишь, то есть как пугали его. Скажи, пожалуйста, артефакты сами по себе тебе, тебя не заставили задуматься или не убедили, например, металлические? Я считаю, это все ими сделано, просто, ну, я не понимал скрета. То есть, как и наши современники, которые тоже не хотят верить в существование инопланетян. Они их не называли инопланетянами, боги, да, они не называли инопланетянами или что они на других планетах, они просто говорили боги, пролетели с неба, и что они говорили, они выше нас, то есть выше не ростом, а, ну, вот как по иерархии, то есть, вот если бог прилетел, все, ему там и подарки, то есть, ну, вот как жертвы такие, почитание было религиозное, такое, это вот не как инопланетян, они просто с другой планет, а было религиозное почитание, такое вот, и, вот, я видел, там, выглядывала из-за дерева, вот на этой полянке стояла там сияющая лодка, она была белого цвета, ну, лодка, потому что такой формы, вот как, да, продолговатой, и было уже темно, а свет от неё распространялся на сто шагов, хотя не было ни фонарей, то есть, да, никаких-то факелов, ни фонарей, ни свечей, то есть, это вот просто сам распространялся по воздуху, и когда, и, да, выходили боги, похожие на нас, но только, ну, более-таки, как светлые и высокие, и мы понимали, что они просто вид такой приняли, это просто как бы бесплотное создание, но просто они вид понятный для нас приняли, то есть, вот такое у них было представление. Следующий вопрос о том, какие осознания у тебя были после выхода из воплощения и по итогам обсуждения с твоими ангелами-консультантами и ангелами-хранителями, что-то осознал? Такие были, что я накопила много жестокости и бессердечия, безразличия, эгоизма, то есть, вот этих негативных качеств, и потом, когда я соединился с высшим я и стала размышлять, ну, со своей дальнейшим с высшим я, я стала размышлять, что делать, какой-то из пятого уровня, там было много таких же, как я, а потом я сейчас показывает, как очень злые, агрессивные духи, которые принимают разные образы и нападают в духах. Да, ты рассказывал, ты очень удивился, когда вышел в духовный мир, кто тебя окружил. Да, меня окружили семь духов, которые приняли образ, ну, такой, как животных с черной шерстью и с копыт. А чуть подальше стояли двое светлых людей, вот как с крыльями. И когда я вышла, они, вот эти двое ангелов с крыльями, они подошли ко мне, притянули руки, а те стали прыгать вокруг и говорить, ну, скоро ты к нам придёшь. А я говорил, ну, только понял, что это не чистая сила, я говорил, я только Христу принадлежу. Ну, то есть, вот как, не верю. Но он казал, что нет. И в заключение нашей встречи мы хотим тебя поблагодарить за всю информацию, за твою открытость, за твою прямолинейность и спросить, что бы ты хотел нам пожелать и твоей воплощённой части в текущем воплощении. понимаешь, я выделен с его высшего я, ну, с его памяти, можно так сказать. сейчас я являюсь частью его памяти, причём памяти не воплощённой части. Я понимаю, но у тебя как личности есть какие-то осознания? как у личности у меня есть совет. Ну, вот как у личности Христофора Колумба это выходит, как, он мне сейчас говорит, добавно получается, это я выходит, советую себе живоподвиж. Да. И нам в том числе. И нам в том числе. Вот. Он говорит, интересно и даже забавно. «Я хочу обратиться к тебе, моё воплощение». И смеётся. «Я хочу обратиться к тебе, моё воплощение. Я знаю, что сейчас ты умный, добрый, мудрый и очень сострадательный человек. Да, я таким не был. но хочу пожелать тебе быть таким, как ты есть всегда и выполнить задачу воплощения лучше, чем сделал я. Для нашего общей с тобой высшего я, для нашей общей с тобой души. Ну, короче, мы разные люди, но мы одно. Он что-то говорит. А всем людям я хотела бы пожелать смотреть на мир не через ум, который может заблуждаться, а через сердце, которое всегда говорит правду. если, конечно, человек, сердце говорит правду, если, конечно, в сердце выстроен правильный компас, он тоже может быть зарушен. Компас это вера, надежда и любовь. то есть вот как самое святое, самое ценное в жизни. Благодарю тебя за эти прекрасные пожелания. Ты знаешь, у меня тоже благодаря тебе пришли очень важные осознания и для меня лично. Когда я готовилась к этой конференции, я обратилась к Иисусу, у меня были мысли о тех духах, которые понижали свой уровень духовный, потому что, когда я узнала о твоей жизни, я уже понимала, что ты, очевидно, вышел из этого воплощения недостаточно высокий уровень. И для меня пришло такое послание от Иисуса, такое понимание, что неважно на какой низкий уровень мы упали после очередного воплощения. Важно применить своё божественное сознание и использовать этот опыт для своего более мощного, более сильного последующего роста. И использовать эти знания для помощи себе и другим. Потому что побывав на этом уровне, ты знаешь, как себя чувствуют другие духи, что с ними происходит. А таких духов в нашей цивилизации очень много, к сожалению. Да. Благодарю за послание. Мы все, он ещё говорит, все духовные братья и сёстры. И несмотря на свои заблуждения, мы продолжаем идти к свету даже в той его форме, которая нам кажется тьмой. Поэтому я благодарю тебя, Мария, за интересные вопросы. Благодарю Ирину за передачу образов и моих и мыслей и передачу в форме слов. Хочу сказать, что она очень хорошо и внимательно переводила моё внутреннее содержание, мои мысли и была внимательна в этом контакте, ничего не выпускала. Да, благодарю. Я тоже благодарю, я сейчас тоже говорю, благодарю Христофору, благодарю Марию, посылаю вам свет своей любви. Христофору желаю и его высшему я, и его воплощенной части выпал задач воплощения повысить свой уровень и благодарю за существование и воплощение такой мудрой души. Также и Марию благодарю за интересные вопросы и вас, дорогие телезрители, за то, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно его ответы. Они радеясь вас научили ценить жизнь и то время, в котором мы живём. Сейчас живём в несколько другое время. Да, жизнь человека ценится намного больше сейчас. и так, дорогие друзья, до новых встреч. Благодарим, до новых встреч. Вот моя рука И рядом с тобой я Звёздная семья Кассиопея Вместе познаём мир и созвездия Мы одна семья Кассиопея Вот моя рука Кассиопея Кассиопея